Всем привет, на связи Мабу. Мабу это платформа по разработке мобильных приложений и в сегодняшнем видео я отвечу на самые часто задаваемые мне вопросы. Эти вопросы мне задают по моему курсу Android разработчик за 3 месяца. Я собрал все эти важные вопросы, которые мне ежедневно задают на консультациях и я дам на них ответ. Итак, поехали. Обучение на курсе строится следующим образом. После оплаты за текущий месяц вам дается доступ к материалам курса. Вы заходите, все разбито по плейлистам, вы заходите в первую неделю и начинаете просмотр материала, видеоматериала. Если у вас в процессе просмотра уже возникают вопросы и вы в течение 5 минут не можете найти на него ответ или вы не понимаете как это все произошло, то вы сразу мне пишите в личку, либо во ВКонтакте, либо у вас также будет мой личный номер в WhatsApp. Вы пишите мне либо на WhatsApp, либо во ВКонтакте и я вам снимаю видео ответ. То есть, если вопрос в плане да-нет или подразумевает под собой короткий ответ, то я записываю вам аудиосообщение. Если нужен пример кода, показать как это все делается более подробно, тогда я вот для вас снимаю видео ответ. Итак, вы просматриваете весь материал, на каждой неделе есть домашнее задание, вы выполняете домашнее задание, я проверяю это домашнее задание, даю вам комментарий по поводу выполнения домашнего задания, комментарий по поводу вашего кода и рассказываю. Также, если есть какие-то у меня замечания к вам, то я снимаю вам видео материал, то есть, видео урок лично для вас с подробным разбором вашего кода и с моим комментарием, что вы правильно сделали, а что нужно сделать немножко по-другому и даю полный разбор. То есть, проверяя ваше домашнее задание, после проверки вы получаете доступ на следующий уровень. Но по факту я обычно даю доступ сразу, да, и после прохождения первого месяца вы потом, после платы второго месяца, вы получаете следующий доступ. Но очень важно сдавать домашнее задание, чтобы понять, правильно ли вы усвоили материал или нет. Второй вопрос, он содержит в себе сразу несколько вопросов. Первый вопрос, в уроке как сделаны, в записи или в онлайн? Все уроки сделаны в записи, потому что в онлайне нет смысла делать, потому что материал, который я могу изложить вам за 20 минут компактно, за заранее продуманным сценарием, за заранее проработанным кодом в лайф-кодинге, то есть в режиме онлайн, этот урок растянется на 2 или 3 часа. И вы будете видеть, да, как я это в процессе все делаю, но при этом более компактной информации, более простой информации вы не сможете получить. Поэтому запись видео уроков, она намного ценнее, чем онлайн. Тем более все вопросы вы можете мне задать в личку, у вас безлимитное количество консультаций. Поэтому не имеет смысла делать все в онлайне, потому что это непродуктивно, а многие школы делают в онлайне, потому что запись уроков стоит дороже. Поэтому они делают в онлайне, но тем не менее уроки в записи, они более эффективны. Следующий тут под вопрос, это курс готов или нет. Да, все материалы курса сняты, но при этом, если какая-то информация обновляется, выходит, допустим, новое обновление по какому-то виджету, информация в курсе моментально обновляется, а вы получаете уведомление от меня, что какая-то тема обновилась. То есть курс обновляем, и у вас есть пожизненный доступ к этому курсу, и вы на протяжении, даже когда закончите курс, будете получать от меня уведомление о том, что какой-то материал поменялся. И вы сразу можете быть в курсе всей актуальной информации. Третий вопрос, это по стоимости курса. На курсе имеется два пакета, это бюджетный и премиальный. Бюджетный стоит 1500 рублей в месяц, премиальный 3000 рублей в месяц. В чем они отличаются? Как я говорил, при освещении ответа на первый вопрос, вы от меня получаете обратную связь в виде видеоответов, либо аудиоответов, и у вас есть безымитное количество консультаций. Так вот, вся вот эта обратная связь, она предусмотрена для премиального курса за 3000 рублей. В бюджетном варианте за 1500 рублей вы получаете тот же видеоматериал, но просто без обратной связи от меня. То есть вы не сможете со мной консультироваться. Но при этом вы можете, допустим, приобрести на один месяц бюджетный пакет за 1500. Но если вам нужна будет от меня консультация, вы только в этом случае можете еще доплатить 1500 до премиального и проконсультироваться. Если вам консультация не нужна будет, то вы можете дальше оставаться на бюджетном пакете, переходить на следующий месяц на бюджетном пакете. И далее та же самая схема. Если нужна будет консультация на втором месяце, можете доплатить за консультацию. Если вдруг она не нужна будет, ну тогда вы сэкономите, можете дальше оставаться на бюджетном пакете. То есть вы можете легко переходить с пакета на пакет. Также по поводу оплаты. Вы можете существенно сэкономить, если заплатите за весь курс сразу. То есть, допустим, на бюджетной программе, опять же, курс как бы предполагает 3 оплаты. Если вы обойдете на бюджетную программу по 1500 рублей, то курс при полной оплате вместо 4500 рублей вы платите 3000 рублей. Если вы идете на премиальную программу, то вместо 9000 рублей за весь курс вы оплачиваете всего лишь на всего 7000 рублей. Это очень выгодно. И очень важный вопрос, также мне задают, как сразу я получу доступ после оплаты первого месяца. После оплаты первого или текущего месяца вы получаете доступ в течение 5 минут. Продолжение следует...